Ремонтные работы уже выполнены все в полном объеме. Полная реконструкция, весь капитальный ремонт 17,5 миллионов рублей. Запуск новой поликлиники должен был состояться в октябре, поэтому произошла, конечно, небольшая задержка, но уже это с подрядчиком будет отдельный разговор на эту тему. И он уже ведется с самого начала задержки, с первого дня задержки. Конечно, произошло хорошего очень много. Во-первых, это ремонт, который произошел впервые со сдачи в эксплуатацию с 1983 года. И ремонт, как вы видите, теперь стало чисто, ярко, красиво. Стало тепло, на что отметили, потому что была полностью заменена отопительная система. Хорошее изменение – это, конечно, регистратура по типу открытой регистратуры, как положено по проекту «Бережливая поликлиника». И регистратура, и гардероб находятся на одном этаже с педиатром. То есть, когда не надо оставлять одежду внизу, по холодному лестничному пролету подниматься три этажа с ребятишками, конечно, это большое новшество – это колясочная. То есть, если раньше, когда мамы приходили, неизвестно, где было оставлять, это же не наше помещение, не знали, где оставлять коляски, санки. Теперь это очень удобно. Это можно оставить в колясочной, закрытой от снега, от дождя, и уже наверх поднимаются с ребятишками. Сразу напротив входа у нас удобная теперь навигация. Мама с ребенком поднимается и сразу видит направление, в какую сторону им после этого надо идти, в какой стороне располагаются наши кабинеты. У нас теперь есть электронная очередь. Теперь у нас появился администратор. Есть специальная даже стоечка, что администратор, подойди и спроси, которая всегда поможет найти нужный кабинет, отвезти туда, куда нужно. Помогает распределять пациентов потоки, то есть больных, здоровых, для того, чтобы было разделение потоков. Одно из новшеств поликлиники – это игровая для ребятишек, где наши родители с детьми могут поиграть, отдохнуть, пока ожидают очереди к педиатру. Еще одно важное новшество для наших особенных ребятишек с особенностями здоровья – это таблички со шрифтом Брайля. Это туалет для особенных детей, для тех, кому это необходимо. То есть и для здоровых ребятишек, и с особенным состоянием здоровья. Это туалет для маломобильных граждан, который обозначен специальным знаком, чтобы они это видели и знали. И оборудован поручнями, всем необходимым для пациентов. Также у нас теперь появились обновленные кабинеты физиотерапии, массажа. Это обновленные кабинеты педиатров. То есть когда ничто не мешает работе, ничего лишнего, только то, что необходимо. Кабинеты педиатров оснащены современными ростомерами, где сразу и вес ребенка определяется, и рост, индекс массы тела, где есть пеленальный стол, рядом раковина сразу, где и мама, если надо, может помыть руки или что-то, если у ребенка упало. Есть водонагреватель. То есть это всегда бесперебойное снабжение теплой водой, даже в периоды отключения. Все кабинеты оснащены современными рециркуляторами бактерицидными. Еще одним новшеством нашей поликлиники является теперь комната для кормления малышей. То есть мамы, особенно, конечно, с маленькими ребятишками, грудничками, могут всегда зайти в эту комнату, покормить ребятишек, если надо переодеть, перестелить, помыть. Для чего есть кран, вода, диванчик, где можно удобно расположиться. Все работы выполнены в полном объеме. Качеством работ мы очень довольны. Претензий по качеству работы к подрядчикам у нас нет.